Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы идем в магазин, наш канадский магазин, просто посмотреть и поснимать все красивое, что мы увидим к осени. Примерок сегодня не будет, я не в форме, я совершенно не собиралась снимать, и поэтому я случайно вот тут заехала. Пальто Кельвин Клайн по цене, по цене 360 долларов, я хочу вам сказать, ну вот цены, вы знаете, вот такие у нас цены, это не дешевый магазин, это такой мультибрендовый большой супермаркет, нет, неправильно это называется не супермаркет, это называется Универмаг, в котором продаются разные компании. Очень классическое, красивое пальто от Ralph Lauren по цене 400 долларов. Ну, вы знаете, что в следующий раз я обещаю, что я приду и все-все-все вам здесь померяю, просто у меня сегодня вот как-то не получается, я не накрашена, не одета, вот, поэтому красивых примерок не получится. Тоже 400 долларов, тоже очень классическое двубортное пальто в клетку. Ну, это известные бренды Ralph Lauren, Кельвин Клайн, вот таких вот у нас тут такие стоят манекены, странно расставив ручки. Почему-то они, почему-то они решили их вот так вот выставить в таком странном, непонятном, непонятных позах. Ну, вот вообще в магазинах любят как-то странно наряжать манекены и как-то странно их расставлять, я не знаю, в чем это связано, как-то привлечь внимание. Вот здесь у нас корнер манго, но я вообще, у нас есть магазин отдельный манго, поэтому я особо не буду на нем останавливаться. Кстати, 40 долларов стоит цветарок и, кстати, очень симпатичный, посмотрите, какой хорошенький. Это вообще недорого, конечно, синтетика, но симпатичный. Это, скорее всего, с какого-то позапрошлого сезона, потому что здесь вот в этом углу мангов, в этом магазине, здесь вещи не по сезонам висят, а вот они где-то там получили 150 лет назад и продают 65 долларов вот такая вот же кофта из манго. Так, ну давайте, я не буду на манго останавливаться, давайте пойдем дальше смотреть. Разные пальто, как нехорошо они висят вот за этими вот крестами, что мне очень трудно вам показывать, но я надеюсь, что вы понимаете, Карл Рогилф, господи, ой, Карл Лагерфельд, почему у меня никогда язык не поворачивается с 200 долларов, назвать его правильно, серое и бежевое. Ну вот оно на манекене, это пальто, ой, какое-то скучное, очень скучное. Вера Мода, это бренд совсем дешевый и стоит куртка всего лишь 70 долларов. Компания Вера Мода довольно дешевая, это такой прям совсем масс-маркет, который в принципе даже дешевле, чем H&M и Zara у нас в Канаде продается. Вот симпатичный очень пуховик, посмотрите. за, ого, 350 долларов, что это за компания, не знаю, никогда не слышала. А, это Винскомута, простите, слышала, конечно, слышала, это хорошая компания, довольно дорогая, значит, что у них тут, пух, перо, нет, синтетика, это полиэстер, то есть наполнитель не пух, перо, и тем не менее он стоит 250 долларов. Симпатичный, есть темно-синий и есть черный. И я вам хочу сказать, что есть много людей, которые перестали покупать натуральным наполнителем, они считают, что таким образом они как-то защищают зверей и животных, хотя никого не убивают для того, чтобы заполучить пух, пух и перо. Никакие животные не страдают, все остаются живы и здоровы, но вот почему-то у них какое-то такое, у некоторых 160 долларов, в компании Only, вот такое тоже симпатичное пальто в клетку. Да, очень у многих какая-то есть травма от того, что вот там, пух, как-то ощипывают не так, может быть, им как-то больно животным, я не знаю. Не знаю, девочки, я не небольшой в этом специалист, но мне кажется, таким образом уже нужно тогда вообще отказаться от всего, полностью перейти на производство искусственных материалов, которые тоже, в принципе, не совсем безобидные, очень сильно засоряют планету. Те же люди, они как бы очень против полиэстера и очень против разных других материалов синтетических, но при этом они и против и натуральных материалов. В общем, получается какая-то, в общем, получается какое-то противоречие. И в чем мы тогда должны ходить и во что одеваться, эти товарищи нам не разъясняют. Если вы знаете, объясните мне, может быть, я чего-то не понимаю и что-то говорю, чего не знаю. Ну вот, полно, конечно, пуховиков. Есть очень дорогие, есть не очень дорогие. Но это все не самые дорогие пальто и пуховики, которые продаются в Канаде. В Канаде, как вы знаете, самый известный бренд пуховиков в Канаде – это Канада Гус. Вот, пожалуйста, 125 долларов, тоже Вера Мода. Это очень дешево. Конечно же, он здесь искусственный, все в нем не натурально, но намного дешевле, чем, скажем, Юникло или Зара, вот те же пуховики. То есть Вера Мода компания у нас очень бюджетная, просто очень бюджетная. И я должна сказать, что выглядит это не так уж и плохо. Обычно, обычные, видите, вот такие вот куртки, совершенно обыкновенные пуховики для, ну вот, бюджетный такой шопинг для людей, кто не хочет очень много тратиться, и им не очень важно, как они выглядят. Вот, я, например, это мужская, женская. А вот они даже сейчас стоят 80 долларов, эти куртки, они 145, как заявлено на этикетке. Ну, очень базовые, очень обычные вещи. Есть любители, конечно, этого бренда. Я знаю, что не в этом магазине, а в наших стоковых магазинах компания Вера Мода можно купить просто вот, если здесь он стоит 145, то можно купить долларов за 50, вот такой вот пуховик. Даже здесь можно купить за 80 его, а в других магазинах можно купить его совсем за дешево, просто совсем. Но, смотрите, бюджетные вещи тоже нужны. Есть люди, которые не хотят много тратиться, и поэтому вот все, все, как бы, все, все имеет место быть. И масс-маркет, и дорогие пуховики, и дешевые. Вот тоже Point Zero, это довольно дешевая компания. Вот, знаете, вот такой мех, я вам хочу сказать, если они хотят быть экологами и не использовать натуральный мех, потому что жалко животных, лучше вообще никакой не использовать, чем вот такой. Я уже не говорю о том, что будет с этим мехом, если его засунуть под дождь и снег, понимаете, да? Теперь, я не знаю, если он отстегивается. Да, он отстегивается, так что, в принципе, можно его отстегнуть и ходить без него. Это очень хорошо. Хорошие новости. Значит, стоит это 240 долларов. Эта компания называется Point Zero, Monreal, это канадская компания. Видите, они называют Eco Down, то есть экологический пух. Ну да, выдерживает до минус 40, как они утверждают. Ну, очень может быть, я не спорю, не знаю. То, что я не пробовала сама, не буду утверждать. Но, судя по цене, да, это искусственный наполнитель. Так, что у нас еще здесь за пальто? Убегаем от плачущих деток. Все, что ли, больше нет пальто? Я что-то заблудилась. Дело в том, что здесь все черное такое. Господи, почему такое все мрачное? Дело в том, что здесь все, в этом магазине все продается по отделам. Вот каждый, каждый этот самый, каждый бренд имеет свой корнер. Поэтому, вот какая-то компания Hudson North. Я даже не знаю, что это такое. Но, судя по всему, свитера кашемировые. Да, вот видите, кашемировый свитер. Сколько он стоит? 195 долларов. Не дешево, но они скоро, наверное, уйдут на распродажу. Вот серый такой базовый свитерочек. Очень приятный. Очень полоску. Вот этот вот такой зеленый красивый. Отсвечивает немножко камера. 175. Это подешевле. Обычно к Рождеству их вывешивают на распродажу. Потому что к Рождеству все покупают подарки. И вот купить кашемировый свитер в подарок. Это очень, очень даже хороший подарок. Вот еще такой, смотрите. Трикса. Пухлых девушек. Такой приятный. Прям кашемир, кашемирчик, кашемировый. Вот он даже на сейле. Всего лишь за 78 долларов. Представляете, можно купить кашемировый свитер. Прекрасного качества. Прямо очень. Прямо вы должны были бы его пощупать. Вы бы поняли. Вот такой вот большой. Говорят, что нет одежды на полных. Полно одежды на полных. И даже очень симпатичная. И совсем, и совсем не трудно. Даже на сейле и даже не очень дорого. Ну прям, знаете, цвета меня просто пугают. Я понимаю, что дело к зиме. Ой, мне что-то очень печально на все это смотреть. Ну вот здесь что-то такое цветное. Это бренд Tommy Hilfiger. Ну у них вот это вот их такая, знаете, расцветочка. Вот это типичный такой хилфигеровский красно-бело-синий свитер. За 47 долларов на сейле. Вот тоже эти хилфигеровские расцветки. Вот их свитера. Ой, девочки, что-то я грущичу. Я в печали. Мне ничего не нравится. Платье плессированное. Все. Алфани. Что за бренд, не знаю. Все вот такое вот насквозь плессированное. Я такая пришла и думаю, сейчас поснимаю, что вижу красивое. Сейчас я лучше не буду делать комментарии по поводу того, что я не вижу ничего красивого. Еще раз Tommy Hilfiger. Что, они сдурели? Зачем они два раза? Два раза у них один и тот же бренд как бы одел. Ой, ну я не знаю. Давайте пойдем, может быть, в какие-нибудь украшения, в посуду. Я не знаю. Одежда меня совсем не радует в последнее время. Тут летняя вот висит еще на распродаже. Вы знаете, Дона Карен, бархатное платье. У меня в последнее время расстройство. Как ни приду в магазин, мне ничего не нравится. Такое все какое-то убогое, страшное. Это только у нас так или это везде? Я не знаю. Мне кажется, что это последствия пандемии, когда прервалась связь времен, как говорится, или, как нам объясняли, что прервались какой-то цепочки поставок. И после этого в магазинах просто стал какой-то ужас. Просто какое-то такое все убогое. Здрасте. Я сегодня вот по-домашнему, как была дома, так и выскочила. Не так хорошо, но страшно. Поэтому не буду вам себя показывать. Пойдемте в украшения. Может быть, мы здесь увидим что-то более красивое. Когда-то у них иногда бывают очень красивые украшения. Давайте помоем наши глаза об эти блестящие камушки. Это бренд 20 долларов. Вот серьги. Это бренд называется вот так. Этерио как-то вот так. Это они здесь продаются. Вот здесь есть сейл, что можно... Ой, сейчас телефон упадет. Секундочку возьму лучше. Можно купить один и второй получить бесплатно. То есть, если вы купите две пары серьег, то вам каждая такая серьга, ну, пара, будет стоить не 20, а 10. Ну, у них много всяких 24. У них много всяких блестюшек. Прямо вот смотрите, какие. Пластик, железяки. Вот симпатичные серьги. Давайте лучше украшения поснимаем. Мне кажется, здесь как-то больше приятных, интересных вещей. Вот смотрите, какой красивый ситуар. В общем, в одежде. Одежда совсем плохо. 40 долларов. У меня вообще в последнее время я практически не покупаю одежду, покупаю украшения и секунд. Ну, вот красиво, да? Потому что с одеждой что-то совсем, совсем у нас тухло. Прям совсем. Вот, смотрите, сколько всего интересного. Замечательные бусы. Легкие, красивые. Это, по-моему, нитка. Нитка обтянутая за 36 долларов. Все эти вещи, которые здесь продаются, вторую вещь вы покупаете, вы получаете бесплатно, если вы покупаете одну. Все, конечно, как всегда у нас висит в ужасном беспорядке. Я не знаю, почему у нас такое какое-то отношение к покупателям. Слушайте, я все сегодня ругаю, да? Ну, бывает такое настроение, когда все не нравится. Вот красивые серьги, правда? Очень красивые. Мне очень нравится. Я люблю большие, яркие украшения. Я их ношу. Вот, смотрите. Ну, это очень длинные. На мою короткую шею они у меня будут висеть до грудей. Двадцать баксов. Вот такие серьги симпатичные. Двадцать четыре. Ругаюсь я просто постоянно, потому что у меня бывают такие дни, когда все... Когда все не так и все не тух. Вот такие серьги красивые. Смотрите. Ну да, цыганщина, конечно, я знаю. Безвкусно цыганщина. Она сейчас мне скажет. Я, в общем, не спорю. Ну, безвкусно цыганщина. Люблю я всякие блестюшки, стразики. Сорока я люблю. Люблю вот такие вот... Ну, это, понимаете, это все праздничные, конечно, украшения. Но тоже же надо иногда, правда? Бывает же, что нужно. Посмотрите, какая прелесть. Ну, поскольку нужны такие вещи очень редко и очень мало, то покупать их много. У меня вот есть несколько пар таких серег. Ну, в чем мне смысл сейчас их покупать? Ни в чем. Да я не собираюсь. Просто вот хожу, разглядываю, снимаю, вам показываю. Тем, кто любит всякие вот разглядывать. Красивые. Так, сейчас мы немножко наведем здесь порядок. Я надеюсь... Не скоро, знаете, они могут мне приплачивать за то, что я прихожу в магазин и навожу порядок в магазине. Потому что мне, чтобы что-то показать, надо сначала... Сначала навести порядок на стенде. То, чего они мне делают. Ну, неплохо. Нет, можно найти что-то, если очень хочется вот что-то, какое-то украшение. Это чокер, я так понимаю, да? Да, смотрите, какой интересный. Как-то он интересно сделан. Он как будто бы на резинке. А, просто резинку взяли вот так вот обмотали. Сколько это произведений? 30 баксов. Взяли резинку, обмотали вот такими вот металлическими как будто бы цепочками и получился такой чокер. Так, ну, здесь тоже много всяких сережек веселеньких. Здесь всякие аксессуары для волос. Так, это для девочек разная фигня. И здесь... А, мы здесь уже были с вами, да? Да, да, мы уже это смотрели. Ну, в общем, вот такие вот всякие бронзулетки. Вот эти, которые уже не очень модные, серьги с этими... с как их... Ну, вот эти вот кисточки. Хотя мне они нравятся. Я по-прежнему их люблю, храню. У меня много их, я от них выбросила. Жду, когда они снова войдут в моду. Смотрите, какие симпатичные серьги. Всего лишь за 8 долларов. На них сейл сейчас. Очень симпатичные. Маленькие. Такие, знаете, мумилистичные. И очень даже... Мне кажется, что очень неплохие. Вот эти тоже ничего. Черная эмаль. И за 10. Видите, у них есть распродажа. Вот такие с жемчужинками. Жемчужинка потеряна за 10. Ну, они уже даже пострадали. Вот, красивые какие. Для сороки. За 22. Ого! А стоили 44. Представляете? Ну, вот здесь, я так понимаю, здесь много распродажей. Всякие какие-то цепи, кулоны, железяки. Цепи, кстати, нас не покидают. Не покидают. Не выходят из моды. А, здесь все, видите, все сейл. Я думаю, что вот эти веселины тоже на сейл из 18. Ну, мне ничего не надо. У меня много чего есть. Поэтому. Поэтому я здесь так. Покрутиться. А, вот есть вот такая. Вот такая, такая ожерелье под эти серьги. Есть вот ожерелье черное с эмалью. Я думаю, что оно тоже на сейле. За 22 доллара. Под. Даже не знаю. Они, в принципе, подошли к этим. Но, видите, они здесь, они круглые. Эти серьги квадратные. К этому тоже не очень подходят. Не совсем. Вот такие серьги, видимо, тоже были. Но сейчас их нет. Или я не нашла. Но, кстати, вот это мне нравится. Очень-очень симпатичное. Видите, такое минималистичное. Но интересно. Интересное ожерелье. Заколки для волос. Всякие колечки. В общем. Короче. Вот интересное. Смотрите, какое. Многослойное ожерелье. С красивыми розовыми камушками. За 24 доллара. Не так уж и много. И очень даже ничего. Это свет здесь плохой. Очень даже ничего. Вот. Ну что ж, друзья мои. Я, наверное, с вами попрощаюсь. Показала вам пухлевики, бусы. В общем, все. Не хочу, чтобы было длинное видео. В общем, все, что глаз мой увидел, то я вам и показала. Я надеюсь, что вам было интересно, приятно. Вы развлеклись. Получили какое-то удовольствие. Немножко порадовались со мной. Красивым и не очень вещам. А с вами была Дита из Канады. Всем привет. Всех-техали. Целую. Пока-пока-пока.